Актер Роберт Паттинсон, оказавшийся в центре внимания после роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», обладает многими неожиданными талантами и интересами. Например, несмотря на широту его фильмографии, Паттинсон еще ни разу не появлялся на телешоу. В дополнение к своей актерской карьере, 33-летний музыкант пишет собственную музыку, играет на фортепианной гитаре. Возможно, зритель узнал его голос в саундтреке к «Сумеркам», где звезда исполняет «Никогда не думай, позволь мне подписать». Как-то в интервью Паттинсон сказал, что музыка – это запасной вариант, но он все еще поет фильм «Хайлайф». Гарри Поттер был первым крупным фильмом 17-летнего Роберта, где он сыграл злополучного Седрика Дигори. До этого кинематографический список Паттинсона включал в себя всего три фильма. Роберт был исключен из колледжа за продажу порнографических журналов, но, сыграв желанную роль во франшизе «Гарри Поттер», заявил, что игра окупилась. Его также почти уволили из фильма «Сумерки», потому что, по словам звезды, он действовал слишком серьезно в своей роли капризного вампира, и ему велели стать более веселым. К счастью, Паттинсон изменился и продолжил сниматься еще четыре года. С 2009 года по 2012 год актер четыре раза получал награду MTV Movie Plus TV за лучший поцелуй. Конечно, они выиграли ее вместе, Паттинсон и Стюарт, но это единственный случай, когда актеры победили в подобной номинации четыре года подряд. Несмотря на то, что Паттинсон часто демонстрирует страсти на экране, он ненавидит секс в фильмах. «Я всегда нахожусь экс-сцены самыми случайными вещами, которые можно увидеть в кино. Два актера притворяются, что занимаются сексом. Почему? Это так глупо. Роберт – очень красивый парень, а теперь он еще является и воплощением успеха. Богатый, знаменитый, привлекательный. Все девушки от него без ума. И все парни мечтают побывать на его месте. Отчасти это можно устроить, если воспроизвести его стиль в одежде». Британский актер поддерживает имидж, который сложился у него за годы съемок в «Сумерках». Он не загорает, ходит бледным, всячески подчеркивает мятежную, бунтарскую сущность. Паттинсона легко воспроизвести, он любит беспорядок на голове и в одежде, немного панковского шика. Ему очень нравятся обычные джинсы, простые футболки, толстовки и кожаные куртки. Но он умеет соответствовать дресс-коду мероприятий, дорогие пиджаки с идеально отглаженными рубашками и часы за миллион долларов. Это тоже Роберт Паттинсон.